МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин регионов студии Алена Мельшанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. Сеу азимок у Могилевской области иде полный ходой. Левший город по доброму порадкованию. В вынике областного конкурса у сярод населенных пунктов. Кто выступит на Золотом шлягере 2017? Программа проведения селитника-музычного феста затверждена. 250 тысяч гектаров плановится селита засеять азимами с божьими у Могилевской области. Сеу зараз и дева о всех районах. Сярод культур, азимая пшаница, тратикали и жита. У агрокомбинации Зара под азимой отведены 3 тысячи гектаров. Тут по традиции сеют пшаницу и тратикали. Работы на большей полове площу уже завершены. На сегодняшний день посеяно порядка 1600 гектаров азимой пшеницы и 200 гектаров азимого тратикали. Посевная проходит в нормальном темпе, только мешает немножко погода. Но надеюсь, что с этим совсем справимся. На сяубе у господарцы працуют два комбинированные агрегаты. Это энергонасыщенная техника. Машина одразу культивирует хлебу и сея. В такий сезон приходится працовать без перепынку. У сяго в области таких сучасных сейлок 244. Все работаем две смены круглосуточно по 12 часов. Мы также проводим такие же работы по вспашке круглосуточно, дискование круглосуточно, посев круглосуточный. Все энергонасыщенные трактора работают круглосуточно. Поколь у в области азимыми с божевыми культурами засеяно каля половы площу. Завильгати увойти на палетки тяжкой технице было проблематично. Сяубаху, чей заусё, сдвинется на неколький дзён, допускают аграры. Перша початковая задача стояла справиться до 25 вересня. Олеса Рыбалка, Віталя Алексеенко, Новины региону. Город Бялынич и по одобреу парадку нелепшую в свою категорию населенный пункт на Могилёвской области. Такое решение принял Могилёвский облаконкам по выниках конкурсу сярод населенных пунктов другой категории. А вот сярод агрогородков у лидерах вишоу Бялынського района. Редкий выпадок, коли город и агрогородок одного района стали безумовными переможцами. Вишоу по-собраутному мая свои адметности. Только у гэтым агрогородку Могилёвшины есть амфитеатр, где проходят усе значные мясцовые святы. При вишовской школе створены музеи, где, кроме экспонатов про историю господарки, заховываются полотны вядомых живописцу по выниках пленэру, что организовывал калагасрадима. У дадаток до гэтага музею мясовое сельгац-падприемство сё літа побудовала пекарню. Худка тут будуть выраблять хлеб по стародавних рецептах. Город Бялынсьши так сама, а пошнім часам по-саправдному расквітнел. На усіх вулицах з'явіліся цікавые клумбы, розные малые архітектурные формы и галовные паусюль шыстеня. Особого секрета нету. Мы просто работали. Работали на благо района. Работали, воплощали в реальность те идеи, те задумки, которые зарождались. Всё-таки город Бялынсьши, агроградок Вишова имеют своё лицо, неповторимое лицо, своя изюминка. За перше место по добру парадкованні город Бялынсьши отрымав премию 3000 базовых величинь, а агроградок Вишов тысячу базовых у райсавете удокладнили. У основным усе сродки накируют на протяг добру парадковання. Татьяна Сергеичек, Віталь Алексеенко, Новины Регионы. Крыху больш за месяц засталося до старту Золотого шлягера 2017. Нагадаем, Международный музычный фестиваль всё лето пройдёт с 22 по 29 Кастричника. Як стало вядомо ад організатору фесту, адкрые фестывальны тыдзінь соліст Московского академічного театра ім'я Станиславского і Немировича Данченкі Чынгіз Аюшеев і солістка Королівського оперного театра Італії і театра Беліні у Сіцілії Алена Аюшеева. Выступаць яны будуть у саправаджэні заслужанага колективу Беларусі Оркестры народных інструментаў ім'я Іванова. На урачысты адкрытё Золотого шлягеру па традицій запрасіли артысту з іменем. На концерт запрошана Эдіта П'єха, Ядзвіга Паплавская, Ірина Дорофеева, дуэт Віктора Рыбіны і Наталі Сінчуковой. Так саму межах фесту магілючані змогуть пабываць на концерці народных артыста Расії Александра Малініна узгадаць кіномузыку на концерці золотые колекции зуделым камерных ансамбля «Голд Стрюінг» і соліста ў Магілівській обласної філармонії. А вось поставіць фінальну кропку фестывалю запрасіли ў тымліку Валері Дайныку, Ігора Корнелюка, Юрэ Лазо, Александра Сярова і Скуі Абалян. Організаторы сёлітніх фестывалю кажуть, Золотый шлягер 2017 обяцая стать не менш яскравым і душевным, чым попярэднія. Пешіга кастрычніка – Межнародный дзень со старылых людей. Дагыты дата ў Магілівській області ў кожным городі і районі рыхтуецца адпаведная сустрэча, концерты і вечарыны. Як поведаміли ў обласным управлінні па соціяльній обароні насельництва, на місцах соціяльным службам рэкімендавана звернуць асаблівую увагу і на допамогу со старылым пауборцы ураджаю на прасадзімных надзелах і навядзенні парадку на придамовой тэрэторіі. Зараз ў Магілівській області пражываюць бэльш за 276 тыс. чоловек, які перасягнули працаздольный узрост. Гэта 26% ад агульной колькості насельництва. Одзінокіх со старылых людзей ў в області Амаль 18 тыс. чоловек. Многім допамагаюць соціяльні работнікі. Сёння ў регіоні працуюць 25 тэрэторіальніх центраў соціяльнага обслуговування насельництва. Іх работнікі на даму доглядаюць бэльш за 12 тыс. со старылых. Адзін дзін жыцця рады ў Магілёв можна ўбачыць ў окнах бібліотекі імя Карла Маркса ў областным центры. Радыёвядучыя стали геройами фотосесії, каб показаць, хто знаходзіцца па той бок микрофона. Выставу промерковалі да ўбілею радыё Магілёв ладзіцца яна ў межах праэкта Артакно. Ідэй було шмат, кажа радыёвядучыя Наталя Глушкова. Ад традиційны рэтраспіктывы вырышылі адмовіцца і паказалі дзінця перышні, які яны работнікі радыў тут і зараз. Так отрымався гэты фотопраэкт. Нашы слушатели не видят нас в эфире, только лишь слышат і совершенно не знают, что происходит внутри. А любой творческий процес, он как раз таки интересен вот изнутри. Поэтому эта работа, эта фотовыставка, это своўрот такое открытие карт. За кожным голосом особный чалавек со своїми думками, емоциями. Их фотограф Алена Бузук, якая дарэчы пачынала на радыю, а зараз працюе тэлевядучый, паспробавала ўбачыць прас аб'іктыў, зловіць і захаваць ў фотосдымку. Так Максим Астравухаў на фото з веласіпедам, музычный редактор Радыо Могилёў, аматор здоровага ладу жыцця. І кубача Кавы на столе неадъемный атрыбут вядучыга ранішніга эфіру. Все фотографии настолько живые, настолько наполненные энергией, я так думаю, что те, кто будуть смотреть ту выставку, они это увидят і почувствуют. Неадзін год Радыо Могилёў з'являецца информацийным партнёрам городской бібліотекі імя Карла Маркса. Наприклад, все літа ладзівся суместный соціальний праект до 750 годзі Могилёва, краязна учае маршруты. Естественно, мы планируем новые проекты. Один из них мы рассчитываем еженедельно выходить в прямой эфір і рассказывать о интересных книгах, о новинках каких-то литературных. І вообще просто разговаривать о литературе. Надеемся, что это будет интересно. Фотовыстава ладзіцца ў вокнах бібліотекі з боку в уліце Яцина. Поглядзіць на любімых радіовядушых і журналістів можна ўбесь верісінь і кострішнік. Алена Соловьёва, Діаніс Бутылін, Новіна Регіона. Разговляць по-беларуску і читаць книги і народной мові, закликаю акція «Беларускі четвіарги». Я їй ладзіць ў кожна Могилёвська бібліотецца. У бібліотецца імя Янкі Купалы зладзіць свята падлірышный назвай «Жыве ў кнізі душа народа». Приблізіць біларуску кнігу до читача основная задача біларускіх четвіаргов. Бібліотекары запрашаюць на свята і дорослых, і маленьких читачоў. Выбар темы для шарговыкніжный сустрычы не выпадковы. Просвечена 500 годзю біларускага таракавання, якоя мы значали шостага жніўня гэтага года. На выставі «Вяды наших» партреты і фотознымкі біларускіх пісьменнікаў. Бібліотека отрымала імя Янкі Купалы летась. А за гэты час тут з'явіўся музей біларускага паэта. Очень часто приходім сюда на таке мерапряця, посвіщённые нашым біларускім писателям и паэтам. Біларускі четвіаргі – неразовая акція і не толькі пра кнігі. Гэты месяц у нас прасвечан біларускаму адзінню. Мы будем гуляць у гульню, апранайся па-біларуску. Сучасны бібліотекі прапанують сваім наведвальнікам театралізованне праставленні, лідкроссінг і навод спортывне спаборніцтвы. А яшэ – видэ салон «Аквагрым». Алена Бузук, Віталь Алексеянка, «Навіны регіона». Нагадаемця, перві очарні выпускі праграмы «Навіны регіона» на телеканалі «Біларуся-1» выходзіць у прамээфір у 18.00. А більш подробязна про «Навіны в області» як звичайно на нашым сайті tvrmogilio.by А я нагадам з вами развітвуюся. До зустріч.